Ну что ж, это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживают около двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов, по нашим подсчётам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут. Большие потери. Большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращён. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого ещё далеко. Но во всяком случае мы призываем, и я ещё раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать. Поэтому вот в общих чертах. Как известно, что Армения является членом ОДКБ. У нас перед Арменией есть определённые обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения России своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Как вы знаете, я в постоянном живом рабочем контакте с премьер-министром Армении. Но и никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения России своих союзнических обязательств не возникает.